здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим классификацию и основы теории тестоформующих машин к тестоформующим машинам относится довольно большая группа машин с помощью которых придается определенная геометрическая форма тестовым заготовкам выходящим из теста делительных машин обычно заготовкам зависимости от вида вырабатываемых изделий придают шарообразную цилиндрическую или сигарообразную форму для придания шарообразной формы применяют тестоокруглительные машины а для цилиндрической и сигарообразной формы тесто закаточные поскольку тесто является упруго эластичным телом то для сохранения формы после прохождения через тестоформующие машины оно должно воспринять при формовке значительные механические усилия способствующие сглаживанию и уплотнению поверхностного слоя теста который в дальнейшем играет роль форма и газоудерживающей оболочки рассмотрим классификацию тестоформующих машин тестовые заготовки в зависимости от вида изделия имеют различные массу и состав поэтому требуют различного воздействия со стороны рабочих органов тестоформующей машины обычно формование осуществляется между двумя поверхностями рабочих органов машины поверхность которой обеспечивает перемещение заготовки называется несущей а поверхность придающая ей определенную форму путем изменения направления ее движения формующий в зависимости от формы которую придает машина тестовые заготовки различают тестоокруглительные машины формующие шарообразные заготовки тесто закаточные машины формующие удлиненные цилиндрические или сигарообразные заготовки специальные машины формующие методами штампования или экструзии, специальные виды изделия. Последние относятся к специальным видам оборудования и в наших лекциях рассмотрены не будут. В зависимости от конструкции несущей и формующей поверхности различают следующие группы теста формующих машин. Первое. Тестоокруглительные машины с цилиндрической несущей поверхностью и охватывающей ее спиральной формующей поверхностью. Они нашли широкое распространение за рубежом для округления тестовых заготовок массой от 0,8 до 2 кг из пшеничной муки. Округлители этого типа отличаются тем, что имеют наиболее длинный формующий участок. Развернутая длина желоба достигает 4,5 метров. Длительность округления легко регулируется путем изменения места загрузки заготовок по высоте цилиндра, для чего последний поворачивают на определенный угол вокруг вертикальной оси. К недостаткам следует отнести несколько неправильную сферическую форму в результате недостаточного вращения заготовки вокруг горизонтальной оси, осуществляемого за счет вертикального перемещения последней по цилиндрической поверхности. Второй тип. Тестоокруглительные машины с конической наружной поверхностью и конической наружной спиралью. Они применяются для округления заготовок из пшеничного теста массой от 400 г до 1,8 кг. На них могут располагаться две и более формующих спирали, по которым заготовка проходит последовательно. Длина пути формовки регулируется аналогично округлителю, рассмотренному выше. Третье. Тестоокруглительные машины с конической чашеобразной несущей поверхностью и внутренней формующей спиралью. Эти округлители нашли наиболее широкое распространение для пшеничных тестовых заготовок массой от 100 г до 1,2 кг. В силу простоты конструкции. Они имеют сравнительно короткий формовочный участок и небольшие пределы его регулирования. Форма заготовок отличается от шара. Механическое воздействие на заготовку недостаточное. Четвертое. Ленточные тестоокруглители с горизонтальным несущим ленточным транспортером и двумя наклонными транспортерами, выполняющими одновременно функции формующих и несущих поверхностей. Основным достоинством их является то, что благодаря перемещению транспортеров в различных направлениях и с разной скоростью фактическая длина формовочного участка в несколько раз превышает длину рабочего участка машины. В результате достигается хорошая проработка поверхности заготовок, но форма не строго сферическая. Однако в расстойке тестовые заготовки принимают правильную симметричную форму. Пятое. Округлитель с плоской горизонтально несущей поверхностью и сферической формующей плитой, совершающей периодическое плоское круговое движение и периодический подъем, освобождение от округленных заготовок и перемещение на новый ряд заготовок с последующим опусканием и округлением. Машины предназначены для округления мелкоштучных булочных изделий массой от 20 до 150 граммов, выходящих из многорядных тестоделительных машин, и обычно компонуются с делителем в единый агрегат. Округлители имеют возможность регулировать интенсивность механического воздействия на тестовую заготовку за счет изменения нижнего положения формующей плиты, а длительность округления за счет изменения количества рядов ячеек на формующей плите. Воздействие рабочих органов на тесто и их геометрия подбираются такими, что позволяет получить отформованные заготовки в виде идеальных шаров. Шестое. Округлители с несущим органом в виде ячейстого барабана и цилиндрического поддона, совершающих одновременно вращательное и круговое движение. Роль формующей поверхности играет транспортерная лента, огибающая барабан и удерживающая заготовки в ячейках, а также поворачивающая их вокруг горизонтальной оси за счет разности скоростей несущего барабана и ленточного транспортера. Эти округлители являются многорядными и предназначены для округления тестовых заготовок малых размеров из пшеничного теста массой от 40 до 120 граммов. Обычно комплектуются с многорядными тестоделителями в единый агрегат. Регулирование воздействия на тесто осуществляет, изменяя прижим к барабану транспортерной ленты и установки сменных барабанов. Седьмое. Тесто закаточной машины, формующие сигарообразные заготовки путем раскатывания теста в блин и последующего сворачивания его в рулон, а затем прокатывая под формующей плитой. Последнее может придавать заготовке цилиндрическую или сигарообразную форму. Здесь на одной машине последовательно установлено три формующих органа. Раскатывающие валики, завивающая сетка и неподвижная плита. После такой обработки тестовая заготовка хорошо удерживает приданную ей форму на всех последующих операциях производственного процесса. Восьмое. Тесто закаточная машина для формования сигарообразных заготовок путем прокатывания заготовки между несущей транспортерной лентой и формовочной двухступенчатой плитой специального профиля. Формующая плита прокатывает заготовку с перенесением максимального прижима от центра к краям, тем самым осуществляя одновременно прокатывание заготовки и долевое растягивание. Это закаточные машины отличаются простотой конструкции, надежностью, хорошей проработкой теста, а также способностью придавать правильную форму тестовой заготовке. Девятое. Закаточная машина, в которой тестовая заготовка подается валиком, раскатывается между двумя волками в блин, сворачивается в рулон и прокатывается между плоскими поверхностями двух ленточных транспортеров, движущихся в противоположных направлениях. При этом достигается хорошая прокатка рулона на сравнительно коротких транспортерах, благодаря применению их противоположного движения. Эти машины сейчас хорошо применяются для получения мелкоштучных пшеничных изделий типа рогалик. Заготовки, прокатанные на этих машинах, обладают высокой формой и газоудерживающей способностью. А теперь мы переходим к рассмотрению теоретических основ работы тестоформующих машин. В настоящее время на хлебозаводах в основном применяются тестоокруглительные машины с конической несущей поверхностью. Реконструкция этих машин проведенная в последние годы была направлена на совершенствование компоновки и повышение надежности работы. Для разработки принципиально новых машин нужны глубокие знания всех тонкостей процесса, его математическое описание позволяющее рассчитать работу машины на основании зависимости полученных из общей теории процесса и его модели. При округлении поверхностные слои тестовой заготовки уплотняются и ей придается шарообразная форма. При этом тестовая масса заготовки подвергается многократному и различному по глубине деформированию. При взаимодействии упруго-эластичного шара тестовой заготовки с твердой поверхностью формующего желоба возникают связи сложного процесса трения, оказывающие существенное влияние на процесс формования при относительном движении. Теоретические предпосылки модели процесса базируются на молекулярно-механической теории трения, которая обуславливает двойственную природу возникновения сил на реальной фрикционной площадке, состоящей из деформационной и адгезионной составляющих. Деформация теста при округлении носит сложный упругий, упруго-эластичный и пластичный характер и является основным фактором, определяющим изменение физико-механических свойств поверхностного слоя заготовки. Она обуславливает внешнее трение, приводит к изменению площадки фактического контакта и физического рельефа поверхности, оказывающих решающее влияние на образование сил трения и уплотнение поверхностных слоев обрабатываемой массы. Пластическая деформация тестовой заготовки зависит от продолжительности действия нормальной нагрузки. В процессе движения, качения заготовки по твердой поверхности на границе формующего канала в некоторые промежутки времени возникают условия для проскальзывания поверхности заготовки. Скольжение способствует уплотнению и сглаживанию поверхностного слоя заготовки. На площадке контакта проявляют себя силы молекулярного воздействия, образуя адгезионные связи, характер которых зависит от природы обрабатываемой массы и контактируемости твердой поверхности. При контактировании массы с формующим элементом силы адгезии участвуют в формовании массы и тем самым увеличивают силу трения. Исходя из представленной физической сущности механизма формования, рассмотрим процесс округления теста в машине с плоскими рабочими органами. Куски теста, попадающие в округлитель, имеют неправильную форму. И установить какие-либо закономерности процесса на первых двух-трех оборотах, пока тестовая заготовка не примет форму, близкую к форме шара, не представляется возможным. В дальнейшем процесс округления можно рассматривать как обкатывание упруго-вязко-эластичного шара по несущей поверхности в результате приложения силы Q к формующей поверхности, расположенной под углом к несущей поверхности. Для упрощения, несущую поверхность расположим горизонтально, а формующую под углом гамма Пи пополам к ней. Со время ДТАУ формующая поверхность переместится из положения 1 в положение 2. Центр заготовки О1 переместится в положение О2. Под действием приложенной силы Q произойдет сминание шаровой поверхности на глубину дельта. В зоне контакта образуется площадка площадью С. При перекатывании заготовки происходит ее скольжение по формующей поверхности со скоростью В. В результате сминания поверхностного слоя и его скольжение по формующей поверхности заготовка уплотняется и происходит сглаживание неровностей на ее поверхности. В дальнейшем уплотненный слой обладает повышенной газой формоудерживающей способностью. За одно перекатывание по формующей поверхности на тестовой заготовке образуется пояс сминания длиной LF равное 2 Пи умноженное на R минус дельта. Для равномерного окатывания поверхности заготовка должна за это время переместиться по несущей поверхности на расстоянии LN равное R примерно 1,5R. При этом скорость перемещения заготовки по несущей поверхности будет ниже чем по формующей в B раз. Для пшеничного теста B примерно равное от 15 до 20. Поэтому усилие необходимое на перемещение заготовки вдоль несущей поверхности составляет лишь 1,15-1,20 усилия Q. Им можно пренебречь. На несущей поверхности также происходит сминание заготовки и образуется опорная площадка радиусом Rn больше R. Поскольку здесь, кроме прочих сил, действует еще и масса заготовки. Скольжение на ней можно не учитывать. С учетом скольжения φ фактическая скорость перемещения тестовой заготовки по формующей поверхности будет равна. Сила трения F трения будет направлена в сторону противоположную скольжению, а ее значение с учетом деформационной и адгезионной составляющих при скольжении упругой вязкой эластичного тела определится уравнением. Из этого уравнения мы видим, что не учтена зависимость силы трения от скорости скольжения. В области скоростей, возникающих в округлительных машинах от 1 до 1,5 метра в секунду, сила трения с увеличением скорости уменьшается. Кроме того, с увеличением скорости уменьшается длительность контакта, что также приводит к уменьшению силы трения. В этом случае сила трения будет определяться другим уравнением. Результирующую силу P и ее направление можно определить из суммы моментов действующей силы и массы заготовки относительно точки С. Обозначим угол между приложенной силой Q и направлением результирующей силой P через альфа. Тогда Q будет определяться по формуле. Полученное уравнение позволяет определить величину силы воздействия формующей поверхности округлителя в зависимости от физических свойств теста, скорости перемещения и коэффициента трения теста по формующей поверхности. Произведя ряд несложных преобразований, получим окончательное выражение для заготовки массы G малая. При этом плотность заготовки рассчитывается по формуле. Анализ уравнения показал, что изменение массы заготовки G в незначительной степени влияет на силу, приложенную к формующей площадке. Весьма существенно влияет коэффициент трения, глубина сминания заготовки и величина, пропорциональная отношению σs к σn. Направление приложения силы Q характеризуется углом между нормалями несущей и формующей поверхностей. В разных типах округлительных машин он принимается различным. При анализе работы округлителя необходимо из эксперимента найти зависимость глубины сминания тестовой заготовки Δ как функции от V окружного при нескольких значениях V окружного и постоянным Тау окружного. Времени нахождения заготовки в округлителе. По полученным данным необходимо построить кривую. Для нескольких значений Тау окружного и Δ необходимо найти зависимость от величины А показателя оценки качества округления. Для данного теста по значению А на графике находят оптимальную величину сминания поверхности заготовки Δ для расчетных масс. А по последней определяют оптимальные скорости V округления и Тау округления. Затем задаваясь средней массой заготовки и ее плотностью можно найти все остальные параметры и усилия, необходимые для расчета округлителя. Глубина сминания Δ зависит также от конструктивного заполнения. Глубина сминания Δ зависит также от конструктивного выполнения типа формующей поверхности. Если формующая поверхность будет выпуклой, то уменьшится сила трения и увеличится глубина сминания проработка поверхности тестовой заготовки. Проведенный анализ процесса округления и полученные математические зависимости позволяют научно обосновать конструктивное решение округлительной машины и рассчитать ее оптимальные параметры, а также найти пути улучшения эксплуатационных характеристик существующих машин. В этом видео мы рассмотрели классификацию и основы теории тестоформующих машин. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, в колокольчике все уведомления, чтобы не пропустить новые видео на канале. Поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok